Уважаемый председатель, уважаемые коллеги, вашему вниманию представлен метод эндоскопического удаления ранних форм рака желудка, который мы используем в онкологическом научном центре. На данном слайде представлен алгоритм комплексной эндоскопической современной диагностики, где в стандартное эндоскопическое исследование входит осмотр. Например, у нас высококлассные эндоскопы с разрешающей способностью с увеличением 80 раз, также с узкоспектральным анализом мы можем визуализировать изменения архитектоники ямочного рисунка, слизистой оболочки желудка, сосудистого рисунка, который прогностически позволяет исключить наличие диспластических изменений, дифференцировку опухоли предположить и визуализировать чёткие опухолевые границы. В нашем арсенале есть эндосонография, которая позволяет выявить глубину инвазии опухоли. И, безусловно, всё заканчивается взятием морфологического материала для верификации диагноза традиционным щипцовым методом. Если невозможно, либо с лечебно-диагностической целью верифицировать диагноз, особенно при инфильтративных заболеваниях, мы выполняем лечебно-диагностические резекции. И после того, как мы оцениваем края резекции, глубину инвазии считается инвазией в сосудистые русла, лимфатические микрососуды, если это всё считается радикальным, то это считается лечебной резекцией при раннем раке желудка. Если нет, то тогда на втором этапе подключаются наши хирурги. И, безусловно, заполнение стандартизированного протокола с видеозаписью для дальнейшего динамического осмотра. К уточняющим методикам диагностики является хромоскопия, гастроскопия различными красителями, увеличительная эндоскопия, которая позволяет визуализировать слизистую, увеличенную в 115 раз. Узкоспектральный анализ – это тогда, когда длина волны в эндоскопе составляет 415 нанометров и чётко адсорбируется гемоглобином, и визуализируется микрососудистый рисунок слизистой оболочки. Эндосонографическое исследование, конфокальная микроскопия – тогда, когда эндоскопы позволяют увеличивать при жизни цитоскопии, увеличивать в 1000-1200 раз, и комплексное эндоскопическое исследование, включая сочетание данных методик. На данном слайде представлены стандартные красители, которые относятся к абсорбционным, контрастирующим и реактивным красителям. Такие, как раствор люголи окрашивают гликогенозадержащие клетки, абсорбционный краситель, метиленовый синий, клетками абсорбируется цилиндрического эпителия, показывают, очень чётко визуализируют кишечную метаплазию в желудке, ранний рак желудка и кишечную метаплазию при пищеводии баррота. И чаще всего мы используем контрастирующий краситель индикокармин. Вот на данном слайде представлен ранний рак желудка тип 2А плюс С с тяжением в центре, до и после окраски индикокармином, когда чётко визуализированы края и границы опухолевого поражения. На данном слайде представлена окраска метиленовым синим с экспозицией 2 минуты, тогда, когда участки кишечной метаплазии после отмывания слизистой чётко прокрашиваются в ярко-голубой цвет, и видны, можно после этого применять и сочетанную увеличительную эндоскопию, узкоспектральный анализ для наличия определения очагов дисплазии в участках кишечной метаплазии, взятие прицельной биопсии. Вот также визуализируется очаг кишечной метаплазии с увеличением в 115 раз. И на данном слайде представлено уже изменение архитектоники ямочного рисунка, который позволяет выявить в очаге кишечной метаплазии участок диспластических изменений, показанный стрелочками на слайде. Возможность увеличительной эндоскопии – это сохранение, мы можем визуализировать сохранённый регулярный характер структуры слизистой, можем более чётко визуализировать границы опухолевого поражения, наличие безструктурной аморфной слизистой в зоне опухолевого поражения говорит о уже наличии достаточно глубокой инвазии опухолевого поражения и выявлении различий между нормальным и патологически изменённым эпителием, опять же, в качестве дифференциальной диагностики. Вот окраска раствором люголи. На левом слайде представлен пищевод. Это абсорбационный краситель. Бликоген, содержащий клетки плоскоклеточного эпителия, чётко прокрашиваются в тёмно-коричневый цвет, и только на задней полуокружности видно небольшая гиперемия слизистой, которая может дифференцироваться просто с рефлюкс-изофагитом. Но тогда, когда мы прокрасили, чётко видно плоский распространяющийся ранний рак пищевода. На данном слайде представлен полиповидный ранний рак желудка с увеличением, видно, аморфной структуры и нарушением архитектоники слизистой, что соответствует начальной инвазии в слизистый слой. Критерием отбора пациентов для эндоскопических резекций слизистой является визуальная эндосинографическая картина раннего рака желудка, что соответствует инвазии слизистого и подслизистого слоя вне зависимости от наличия метастазов регионарный лимфоколлектор. Отсутствие, но для того, чтобы мы сделали это определение раннего рака, но для того, чтобы нам позволили хирурги и онкологи наши выполнить эндоскопическую резекцию слизистой, мы должны определить отсутствие признаков метастазического поражения в региональной лимфоколлекторе, либо хотя бы предположить это отсутствие. И трудности морфологической оценки, как я уже говорила, патологического участка в виде тяжелой дисплазии и наличия раннего рака желудка. Но это классификация японского общества, всем известна ранних форм рака желудка, которые распределяются на три типа. полиповидный, возвышающийся, второй тип – это плоский, плоско-возвышающийся, не более чем на 5 мм выше, неизмененный слизистый, плоский тип наравне со слизистой, и плоско-углубленный, если имеется небольшой, не более чем 5 мм западает слизистая, над уровнем неизмененной слизистой. И углубленный, либо изъязвленный, либо с рубцами, тогда, когда имеется начальная инвазия в подслизистый слой чаще всего. Вот показаны на данном слайде уровни опухолевой инвазии стенки желудка. На данном слайде опять представлен ранний рак желудка, первый тип – полиповидный тип. На данном слайде плоско-возвышающийся с углублением и инфильтрацией изъязвлением в центре до окраски. Вот если на первом слайде был индигокармин, контрастирующий краситель, то здесь это краситель метиленовый синий. Видно, что в центре опухоли очень чётко имеется абсорбция, где нарушение мембраны клетки слизистой опухолевой, и поэтому имеется абсорбция красителей в опухолевой ткани. На данном слайде представлен рак желудка, плоско углублённый с рубцом и имеющейся ранней язвой, которая зарубцевалась, поэтому это комплекс 2С плюс 3. И различными методами резекции слизистой являются различные петлевые методы биопсии, на которых я немножко задержусь. Значит, в подслистый слой вводятся инъекции. Обычно это инъекции физраствора с подкрашенной индигокармином. Сейчас мы это делаем для того, чтобы подкрасить подслистый слой в синий цвет, очень чётко для того, чтобы не перфорировать стенку желудка. Иногда мы чуть-чуть вводим адреналин для того, чтобы спазмировались сосуды, и возможно было выполнение более спокойной, без возникновения кровотечения резекции слизистой. Так как формируется полиповидное образование, на основании накладываются коагуляционные петли, и в режиме смешанного тока данный участок удаляется. Основными этапами этой резекции являются, безусловно, визуальная оценка с применением хромогастроскопии или увеличительной эндоскопии, маркировка краёв резекции, отступя где-то 0,5-0,7 см от видимых границ опухоли, и отслоение от мышечного стены стенки желудка. Потом мы захватываем, визуально резецируем участок, визуально оцениваем ожоговую пострезекционную язву. Если нужно, мы клипируем либо края, либо, если это было выполнено, и в основании есть петли сосудов подслизистого слоя, то на эти петли сосудов мы накладываем клипсы, либо выполняем аргоноплазменную коагуляцию. На данном слайде представлен ранний рак, плосковозвышающийся, почти полиповидный, после окраски метиленовым синим. Затем есть такой метод четырёхточечной фиксации, тогда, когда маркировка краёв вместе с клипсами, для того, чтобы более, тогда, когда в арсенале нет, не у всех есть двухканальный эндоскоп или владеют методом диссекции слизистой, на основании накладываются четыре клипсы, за которые зацепляется петля, и данное образование удаляется в пределах здоровых тканей без поднятия петлёй, и вот вид пострезекционной язвы. Также эндоскопическая резекция слизистой может быть выполнена при использовании дистального колпачка, тогда, когда на эндоскоп одевается дистальный колпачок, в него укладывается петля, при аспирации также вводится в подслистый слой подушка для предотвращения перфорации, аспирируется, на основании накладывается петля, и данное образование удаляется, и края клипируются, как представлено на данном слайде. Метод двухканального эндоскопа – это очень удобно, особенно для опухолей до полутора сантиметров, тогда, когда производится маркировка краев резекции, также вводится физраствор или глюкуроновая кислота, либо любые другие крахмол, содержащие растворы для создания подушки, и на основании накладывается петля, а само образование подтягивается щипцами для того, чтобы более четко и более глубоко и радикально, единым блоком удалить данное образование. Вот показано, как на данном слайде образование. На втором слайде видно, что уже наложена петля, но видно щипцы, которые подтягивают данное образование, и оно удаляется в пределах здоровых тканей. Таким образом, показанием кондоскопической резекции является инвазия опухолей, должна быть ограничена слизистой оболочкой и минимальной инвазией до 600 микрометров, то есть не более одной второй половины подслизистого слоя, по данным эндосонографии. То есть мы должны четко видеть наружный край подслизистого слоя, интактный мышечный слой стенки желудка. Безусловно, только высокодифференцированный аденокарцином, во всех случаях это считается палеотивным, если это осложнённые пациенты старческого возраста либо с какой-то осложнённой патологией соматической. И все эндоскопические явления, операции, как я уже говорила, являются лечебно-диагностическими, и окончательный диагноз выносит уже морфолог, тогда, когда в краях резекции нет опухолевой ткани, отсутствуют инвазии кровеносных, лимфатических сосудов и переневральной инвазии. Показаниями корезекции с раком желудка является макроскопическая форма первая и вторая без изъязвлений рубца, потому что где имеется изъязвление рубец, имеется сращение с подслизистым слоем, и риск перфорации более высокий, чем и менее радикальным является наше удаление. Размеры опухоли не должны превышать максимально, это 2,5, а лучше даже 2 см диаметра, а при первом полиповидном типе, а при 2, втором типе, 2С, предпочтительно, чтобы они были до 1 см. И дифференцировка опухоли, как я и говорила, высоко дифференцированные опухоли. Радикальность удаления зависит от локализации опухоли, потому что на малой кривизне задней стенки или в субкардиальном отделе, когда мы делаем резекцию на ретрофлексии, они более проблематичны для эндоскописта, чем, безусловно, антральное отделе тела по большой кривизне. Размеры поражения, макроскопическая структура опухоли, и, безусловно, удалялась ли опухоли единым блоком или выполнялось фрагментарное удаление. Осложнениями это является кровотечение во время операции, также отсроченные в течение первых суток, в основном они появляются, и перфорации стенки желудка во время операции, также отсрочено в первые-вторые сутки после выполнения операции. Также есть резекции слизистой, здесь секции подслизистого слоя, когда берутся уже ножи, либо с керамическим наконечником, либо крючковидные, либо петлевидные, либо сейчас уже есть ножи, которые резецируют и подают воду, как с инъектором, для того, чтобы в подслизистый слой водилось и по подслизистому слою отсепарировалось, чтобы более было травматично это. На данной серии слайдов представлено схематически, как это выполняется. Выполняется маркировка краев резекции. С дистального края выполняется циркулярный разрез. Из-за того, что есть мышечная пластинка слизистой, опухоль сокращается и четко визуализируется сразу края. В подслизистый слой вводятся растворы, обычно это глюкуроновые кислоты, либо любые глицероловые растворы. И постепенно от проксимального к дистальному краю выполняется диссекция в пределах видимости глаза, в пределах подслизистого слоя. На данном слайде представлен, будет сейчас видеофильм небольшой, представлено инвазия… Ой, стрелочки съехали, простите. Представлено небольшой на часе дня ранний рак желудка в пределах мышечной пластинки слизистой оболочки. И на данном… А запустите, пожалуйста. На данном фильме показано, как мы делаем резекцию с диссекцией подслизистого слоя и единым блоком. Сначала мы визуализировали очаг, после этого мы четко видим, красим индиго кармином, визуализируем полностью очаг опухолевого поражения. Как представлено на данном слайде, его четко исследуем. Время наших резекций варьировалось от того, как мы начали их выполнять, около двух часов, а сейчас мы это выполняем за 30-40 минут. Аргоноплазменным коагулятором, отступя от краев резекции, где-то около 0,7 см, от видимых границ резекции, мы выполняем маркировочные метки, как показано на данном фильме. И затем будет вводиться в подслизистый слой раствор глицерола, подкрашенный индиго кармином. Мы сейчас стараемся не вводить адреналин для того, чтобы не получать отсрочные кровотечения, потому что тогда, когда мы вводили ранее адреналин, мы спазмировали на предмет удаления во время операции, а вот через 3-4 часа тогда, когда рассасывается, визуализируется в чётко сосуды, и могут возникать срочные кровотечения. Вот в подслизистый слой с дистального края мы вводим глицерол, подкрашенный индиго кармином, и затем после этого будем делать циркулярные разрезы. Слизистый. Для чего глицерол, для чего такие крахмалосодержащие растворы? Так как адреналин с физраствором, они очень быстро, в течение 2-3 минут рассасываются, и подушки не возникают. Они рассасываются в пределах мышечной пластинки слизистой. Данное образование, когда мы делаем подушку, в течение 2-х часов остаётся в полиповидном состоянии. И вот выполняется циркулярный разрез. В данном случае используется крючковидный нож, очень удобно в пределах. И вот вы видите, дном является подслизистый слой прокрашенный. Если его проходишь, то сейчас сразу чётко видишь, либо если с адреналином белого цвета мышечные волокна, если без адреналина ярко-красные цветы. И опять же, если визуализируются сосуды, выполняется аргоноплазменная коагуляция, или как раз первым кровоостанавливающими щипцами коагулируются петли сосудов, вот выполняется до конца циркулярный разрез полностью. Все метки входят в удалённый препарат для того, чтобы гистолог потом растягивается. И вот происходит сама диссекция, чтобы гистолог оценил все края резекции, имеется ли инвазия или нет. И вот так в подслизистом слое аккуратненько крючком, я предпочитаю просто это делать крючковидным ножом, кто-то IT-ножом, кто-то петлевым разрезом делают резекции. Тогда, когда уже много резекций сделано, у дистального края рассекается до конца, потому что в антральном отделе по передней стенке очень сложно подойти. Если сразу сделать циркулярный разрез, то можно не визуализировать потом проксимальный край, чтобы чётко выполнять исследование, диссекцию. Вот до конца мы выходим на циркулярный разрез, слизистый. Чётко его соединяем. Вот видно, что сразу чётко визуализировано всё. Весь патологический очаг удаляется, вот видите, единым блоком, и затем выполняется диссекция и коагуляция по ходу петель сосудов подслизистого слоя. Если нужно, если не хватает раствора, то по ходу процедуры выполняется подкалывание раствора для того, чтобы избежать перфораций. В дальнейшем слайдах, чтобы не останавливаться, уже время сэкономить. Скажу, тогда, когда мы делаем диссекции, если на первых этапах, когда у нас были перфорации, то нам выручали нас хирурги, безусловно, в полном объёме уже выполняющие то хирургическое вмешательство, которое считают нужным. Но вот два последних раза, тогда, когда у нас случались микроперфорации, то в нашем арсенале есть клипсы с увеличенными браншами, есть овестовские клипсы, которые прошивают стенку полностью желудка, и такие пациенты после этого с антибактериальной терапией выходили без помощи хирургов выполнены. Вот показана чётко диссекция. Сейчас она уже закончится. Иван Сократович, я заканчиваю. Хорошо. Вот все эти петли сосудов. Затем это будет выполнено либо аргон плазменной коагуляции больших, либо клипирование сосудами. Вот все сосуды под слоем чётко визуализируются, поэтому ещё можно подкалывать для того, чтобы не было кровотечения, чтобы их не пересекать, либо брать коагуляционными щипцами и коагулировать данные микрососуды. Сейчас уже, это уже последний этап, тогда, когда нет фиброза. А вот на данном этапе, когда я говорила 2С или 3, то когда есть фиброз, то очень сложно дифференцировать уже подслизистый слой. Он очень тяжистый, очень толстый, и тогда вот на этих этапах, если браться за такие резекции эндоскопистом, то можно переусердствовать и выполнить перфорации стенки желудка. И вот образование удалено единым блоком. Пострезекционные язвы служат дистальные треть подслизистого слоя и мышцы. На данном слайде удалённый опухоль со всеми маркировочными метками. Ещё последним видом резекции служат резекции с наконечником, также колпачком, в который вставляются кольца, как для варикозно-расширенных вен пищевода. Очень техника простая. Используется петля. Сначала аспирируется на основании, накладывается эта резиночка. Такие участки очень хорошо резицировать в субкардиальном отделе на ретрофлексии для того, чтобы делать циркулярные разрезы, тогда, когда неудобно создать из положения антифлексии в нормальном введении аппарата. А здесь видно, что когда мы развернулись, увидели очаг дисплазии, также его маркировали. Вот на основании накладывается как при варикозном расширении вен накладывается и делается полиповидное образование. И после этого на основании под резиночкой накладывается петля, удаляется. И вот в пределах здоровых тканей визуализировано единым блоком удаленное образование. Также безопасно и в пределах здоровых тканей. Вот наш опыт за последние 5 лет это 132 резекции слизистых единым блоком. Кровотечения, включая отсроченные, были у 12 человек. Все мы их остановили эндоскопически без помощи хирургов. Перфорации составили 3% у 4 пациентов. Данные пациентов все были прооперированы. Мы это не оставляли. Фрагментарная резекция выполнена была в 24 пациентах, все старше 70 лет с большой сопутствующей патологией. Это было палеотивное, либо это были в рубце, был уже рубец после каких-то манипуляций эндоскопических полипоктомий, поэтому было невозможно выполнить. Там не было перфорации, но это только палеотивная цель была. Кровотечения мы также справились эндоскопически. И резекция слизистой, с диссекцией подслизистого слоя выполнялась у 27 пациентов. Две микроперфорации были выполнены нами и клипированные, слава богу, удачно, а кровотечения возникли у трех пациентов. Благодарю за внимание. Спасибо.